Компания Steam, она достаточно крупная, достаточно хорошо известна специалистов на сегодняшний день на рынке. Как производство, так и для дорожной разметки, так и для автомобилей для вынесения этой непосредственной краски. Можете обратить внимание сейчас, что показать, что все машины, которые наносят дорожную разметку, имеют их логотип. Я был на их предприятиях, у вас, по-моему, в Бресте проекта 5 предприятий, которые производят весь спектр, стеклянные шарики, краски для дорожных разметок, нескольких типов машин, которые продаются вплоть до Южной Кореи и Беларусь. Поэтому компания достаточно серьезная, хорошо известная, здесь нет никаких вопросов, чтобы правило бы спешить реализован. Спасибо. Я чувствую, естественно, когда я был в Новый Зелатель, а индийские ветераны были, все дорожные, все пошарики не делали. Знаете, настолько влияет достижение аварийности, вот ночью в деревню едешь и прочее так далее. После приезжаешь, у нас здесь неплохо на поле, и все, может быть, так, в моментах, если так посередине были. То есть, другое дело, что если у вас вот такие конкуренты, то верите ли вы в должном образе здесь цена-качество, как вы? Мы работаем на рынке, может, материалов дорожной разместки с 1997 года. Мы являемся одним из двух производителей, не только стеклошарик, но и всех материалов. И, наверное, единственным предприятием на постсоветском пространстве, который выпускает не только материал дорожной разместки, весь его сверху, но и машины дорожной разместки. Следующий, а кроме того, что на другие проекты, не думаете, что еще и так? Думаю. Пожалуйста, расскажите. Сыревая основа у вас какая-то? Стеклобой. Ну, на данный момент используется. Стеклобой работает, да? Это другой принцип производства, если это будет песок и все-таки, у нас это будет. Данный проект, мы тоже не можем с пособием не предпочитать. Мы его относим к тем более строительным материалом. Он совершенно полностью соответствует нашим перспективным планам продукции. И у нас не только дифференцированное производство в Алабуге, что мы не ограничиваем здесь какими-то приоритетами планов инвесторов, поскольку то, что нам запрещено федеральный закон, он действительно не реализуется на территории зоны потенцированных проектов на Америку. То есть все, что не запрещено, все у нас. Здесь насколько это нам нужно, вот мы сейчас, если видите, даже сбор вторичных сольян. Когда лукой уйдем, сбор уйдем, когда вот так нефти забрать, мы с Маганом уже бьемся, это один из поводов вытечного вопроса, у нас тоже более высокого, когда есть такой потребитель.